Друзья, всем привет! С вами Наталья Попова и проект онлайн биологи. В прошлый раз мы с вами говорили о представителе класса жгутиковых об евглении зеленой. Сегодня мы с вами поговорим о еще одном представителе этого класса, который называется вольвакс. Вольвакс это одноклеточный организм, но при этом он обитает не отдельно отдельными клетками, а объединен в единую структуру, в шар. То есть вольвакс является колониальным одноклеточным и множество клеток до нескольких десятков тысяч объединены в один единый шар, соединенный между собой цитоплазматическими мостиками. То есть в каком-то смысле вольвакс является переходной ступенью между одноклеточными организмами и многоклеточными организмами. Вольвакс относится и к растениям и к животным. Может питаться как автотрофно, так и гетеротрофно. И из-за этого классификация вольвакса несколько сложная. Есть ученые, которые относят вольвакс к растениям и подразделяют именно в классификацию растений. Есть ученые, которые относят вольвакс больше к животным. И в этом случае вольвакс относится к подцарству простейшие, к типу саркомастигофоры или сарко-жгутиковые и к классу жгутиков. Каждая клетка вольвакса очень похожа внешне на клетку хламидомонады. На переднем конце у этой клетки есть два жгутика, на заднем конце есть пристеночный хроматофор и есть две пульсирующие вакуоли. Вольвакс перемещается в воде всем этим единым шаром за счет движения жгутиков. Внутри колонии вольвакса есть студенистое вещество. Для вольвакса характерен как бесполый путь размножения, так и половой путь размножения. Вообще клетки вольвакса гаплоидны, ядра гаплоидны, то есть содержат одинарный набор хромосом. В процессе жизнедеятельности часть клеток вольвакса теряет жгутики, увеличивается в размере и превращается в макрогометы. Другая же часть клеток делится и образуется множество микрогомет. После слияния макрогомета и микрогометы образуется зигота с диплоидным набором хромосом. Затем зигота опускается в центр колонии и претерпевает редукционное деление, в процессе которого вновь в колонии возобладает гаплоидный набор хромосом, то есть одинарный набор хромосом. Сегодня мы кратко поговорили о вольваксе, о представителе класса жгутиконосцев или жгутиковых. В следующий раз мы с вами будем говорить о типе инфузории и о представителе типа инфузорий, об инфузории туфельки. С вами была Наталья Попова и проект онлайн биологи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова